В Ярославле продолжают наводить чистоту. Сегодня волонтерский эко-десант очистил от мусора территорию в Красноперекопском районе. Подробности у Яны Хрумовой. Эко-десант в частном секторе на Красном Перекопе. Зеленые футболки видно издалека. В руках грабли и мешки. Студенты-волонтеры с энтузиазмом убирают несанкционированную свалку. Задача сделать город чище и чтобы все люди понимали, что главное это убирать самим, а не чтобы убирали за вами. Эко-десант-волонтерское движение, откликнувшееся на призыв губернатора делами поддержать новую экологическую политику региона. Вместе со студентами и депутатами муниципалитета. Раньше здесь была контейнероплощадка, видимость под нее осталась места. И, к сожалению, все люди недобросовестно платят за утилизацию мусора, завоз мусора. Поэтому ее убрали, потому что саху это стало невыгодно. Вот и все. Люди на это место стали возить мешки мусора по старой памяти, но при этом знают, что никто тут возить не будет. Проблема с мусором в частном секторе стоит остро. Ежегодно тратятся немалые силы и средства на уборку несанкционированных свалок. А несознательные граждане продолжают устраивать помойки в своем же районе. Наша задача, наверное, и депутатов, и эко-десанта привлечь внимание, ну и, наверное, воспитывать порядочность и уважение к окружающим. Хороший пример тоже заразителен, а потому ряды эко-десанта ширятся. Стать волонтером может любой житель города. Следующая акция по наведению чистоты состоится на пляже в Норском в субботу. Яна Хромова, Василий Мосин, Новости города. Субтитры создавал DimaTorzok